Честная гусеничная сказки История Берестова – это забавные звери. Сказки Валентина Берестова входят в программу по внеклассному чтению в детском саду и младших классах. В сборнике «Честная гусеничная» собраны произведения, по которым вашим малышам предлагают учиться читать и воспринимать простые тексты на слух. В сборник вошли сказки «Честная гусеничная», «Мастер птиц», «Хворостина» – всего 9 произведений. Плюс «Туркменская легенда. Что скажут люди» для расширения кругозора. Книга оформлена в серийном, легко узнаваемом стиле. Картинки для сказок подготовила молодая художница Екатерина Шумкова. Иллюстрации у нее получаются живыми, нежными, как будто они были нарисованы мелками в своеобразной детской манере. Нам понравилось их рассматривать и уверены, что и на ваших малышей ее лисички, белки и бабочки тоже произведут впечатление. Издательство «Аванта» в этом году выпустило чудесную детскую книгу Михаила Михайловича Пришвина «Кладовая солнца». Она стала продолжением популярной серии «Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек». В это издание вошла повесть «Кладовая солнца» и короткие рассказы из популярных циклов «Звери» и «Разговор птиц и зверей». Книга небольшого размера, 25 см на 16, в твердой обложке с плотными матовыми страницами, шрифт крупный, подходящий для самостоятельного детского чтения, формат книги стандартный, что позволяет брать ее с собой, если вы собираетесь отправиться на дачу или за город. Иллюстрации в книге черно-белые, это, конечно, минус, но плюс, что они расположены в обязательном порядке и на каждой странице. Они достаточно четкие, природа хорошо прорисована. В книге рассказы о животных сопровождаются интересными комментариями современного ученого-биолога. Дети получат массу полезной информации о жизни представителей нашей родной фауны в одной книге. Эта книга дает подробные ответы о животных и помогает по-новому взглянуть на окружающий мир природы, полный тайны и загадок. Михаил Михайлович Пришвин обладал ценным даром. Он умел писать о природе доступным языком. Его рассказы и повести учат не только наблюдать за растениями и животными, но и бережно относиться к хрупкому миру природы. У современных детей младшего школьного возраста есть возможность открыть для себя удивительный мир нашей природы через добрые и поучительные истории. Предлагаем вашему вниманию книгу издательства «Аванта» 2015 года, энциклопедию «Много вопросов, много ответов». Это сборник произведений Петра Волцита, которые в разные годы уже выходили в печать, но в мягком переплете. Эта книга ориентирована на дошкольников и детей младшего школьного возраста. Страницы в книге плотные, их удобно переворачивать. Иллюстрации яркие и познавательные, отлично дополняют текст и вызывают дополнительный интерес у юных читателей. Эта энциклопедия написана в форме диалога между детьми и их родителями. На страницах энциклопедии читатель встретит своих ровесников, детей Машу и Сережу, которые расспрашивают обо всем своих родителей. Есть еще один очень важный герой книги – это Глобус, эрудированный эксперт. Благодаря ему герои получают краткие научные справки и объяснения на любые вопросы. Такая подача материала делает книгу максимально интерактивной. Если у ребенка будут возникать дополнительные вопросы, взрослый с легкостью может дать некоторые пояснения от себя. В книге темы плавно перетекают одна в другую, и из кратких пояснений получается целостный рассказ обо всем на свете. Например, от чего дует ветер, как рождаются снежинки и что страшнее, гром или молния. Но это далеко не все. Прочитав эту книгу, дети узнают, откуда берутся облака, ветер, роса, град и многое другое. Нередко даже взрослым трудно найти ответ на вопрос, почему летают самолеты. Книга получилась действительно увлекательной и познавательной. Она написана простым и понятным языком. Такая книга должна быть на столе у каждого юного читателя. Перед нами книга серии «Почему Чкина энциклопедия. Такие разные животные» 2015 год. Издательство «Аванта». Эта книга рассчитана на детей младшего школьного возраста. Как и все другие энциклопедические издания этой серии, книга оформлена яркими иллюстрациями. Она выпущена в плотном переплете и имеет большой альбомный формат. Вполне возможно, вы уже знакомы с этой книжной серией. Издательство «Аванта плюс» уже выпускало серии «Почему Чкина энциклопедия», но в мягкой обложке. В новой книге вас ждут полюбившиеся рассказы о животных, которые объединены в одном большом сборнике с отличными иллюстрациями и уже в твердом переплете. Над книгой работали сразу два автора – советские биологи Виталий Танасийчук и Игорь Акимушкин. Благодаря своим широким знаниям и опыту они смогли создать удивительно насыщенные книги, которые не только расширяют кругозор, но и воодушевляют юных почемучек узнать больше об окружающей среде. Эта энциклопедия несет не только образовательную, но и воспитательную функцию. Она направлена на то, чтобы познакомить и привить любовь, а также бережные отношения ко всему живому. Не менее важная задача этой книги – как можно больше рассказать познавательного и увлекательного. Не сомневайтесь, что эта книга вызовет интерес у каждого юного читателя. Из книги дети узнают, как устроены органы чувств зверей, любят ли кошки сладкое, кто чувствует электричество, что видит лягушка, сколько глаз у стрекозы и многое-многое другое. Книгу приятно читать. В ней огромное количество ярких иллюстраций, бумага приятная на ощупь, листы достаточно плотные. Такую книгу читать одно удовольствие. Перед нами самое настоящее юбилейное издание известной книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Оно было выпущено в издательстве «Астрель АСТ» в 2016 году в серии «Самые настоящие мальчишки». В этом году исполняется ровно 140 лет со дня первой публикации этой книги американского писателя. Несмотря на столь внушительный возраст, история о приключениях Тома Сойера и его друзей остается не менее популярной и актуальной, как и много лет назад. Текст неадаптированный и не сокращенный, а над его переводом потрудился классик детской литературы Корней Иванович Чуковский. Для юных читателей их родителей далеко не последнюю роль играет язык произведения. В данном случае он просто замечательный, грамотный, сочный и богатый. Водоворот приключений и поседы Тома Сойера не оставит равнодушными читателей разных возрастов. А красочное оформление книги лишь добавляет привлекательности. Над книгами потрудился Вадим Челак, известный художник и иллюстратор. Персонажи прорисованы с любовью и вниманием к мельчайшим деталям. Картинок не так много, но от них просто невозможно оторвать глаз. Отдельная изюминка книги – качественная глянцевая мелованная бумага с эффектом состаренности. К приключениям Тома Сойера и детям, и даже родителям захочется вернуться снова и снова. Это идеальный подарок для мальчишек и девчонок, которые только начинают знакомство с классической детской литературой. Издательство АСТ в серии «Мировая классика для детей» в 2015 году выпустило книгу самобытного советского сказочника Геннадия Михайловича Циферова «Сказки старинного города». Этого писатели дети и их родители должны помнить по истории «Паровозик из Ромашкова». Перед нами добрая, интересная книга ярких фантазий, которая включает в себя 19 коротеньких сказок. Каждый следующий сюжет невероятнее предыдущего. Особое очарование этого издания – заслуга чудесного художника-иллюстратора Светозара Острова. На наш взгляд, своими рисунками он смог передать особую атмосферу удивительных историй Геннадия Циферова. Сказки ориентированы на детей дошкольного возраста. Они простые для восприятия, неспешные, добрые, но не примитивные. Подобные истории можно смело читать детям перед сном, так как после них остается ощущение тепла и спокойствия. Главные герои книги – жители старого города. Это ремесленники, музыканты, бродячие артисты, аристократы, клоуны и мушкетеры короля. Несмотря на небольшой объем историй, каждая из них наполнена смыслом и несет воспитательный посыл. Несколько слов об оформлении книги. Учитывая, что сказки старинного города – это серийное издание, его стиль легко узнаваемый и привычный для поклонников детских книг издательства АСТ. Бумага матовая. Шрифт издания крупный и четкий. Эта книга вполне может подойти для детей в качестве самостоятельного чтения после букварян. В книге очень много иллюстраций. Они яркие, интересные, сюжетные. Детям наверняка доставят удовольствие процесс разглядывания принцесс, королей, павеликанов, которые вышли из-под умелой кисти Светозара Острова. Иллюстрации не перетягивают на себя внимание читателей, а скорее дополняют повествование, создавая фон для историй, а это очень важно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и читайте вместе с нами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!